Доктор Кэролайн Лифф Это мозг норы, потому что он розовый. Мы не решили приносить его. А он не слишком большой. На самом деле, ваш мозг размером с два кулака. Мой мозг не такой огромный. Ее дар – помочь вам осознать связь между вашим мышлением и вашим телом. Вы решаете съесть этот пончик. Вы решаете игнорировать эффект от этого пончика. Более 20 лет она изучает науку мыслей и раскрывает тайны мозга. Наша норма – принимать правильные решения, но враг знает об этом, поэтому он приходит со всевозможными уловками, пытаясь повлиять на нас. У вашего мозга огромный, нераскрытый потенциал. Вы, ваш невероятный мозг, принимаете ложь сатаны через свои пять чувств, но у вас есть выбор. Освободитесь от ограничений мышления. Найдите данный Богом дар. Враг не преследует вас по следам обуви. Она открывает связь между наукой о мозге и вашими эмоциями и вашим интеллектом. К чему вы обратитесь в момент кризиса? К тому, о чем больше всего думаете. Теперь в своей собственной программе она покажет, как контролировать свои мысли. Добро пожаловать на программу «Включите свой мозг» с доктором Кэролайн Лив. Была ли у вас ситуация, когда человек вам солгал, и вскоре вы обнаружили, что это была ложь? Ничего приятного в этом нет. Наш враг — лжец. Он постоянно вам лжет. Он отец лжи. Вам нужно уметь различать ложь и истину. Какой лжи вы верите? В любой ситуации нашей жизни есть истина и есть ложь. Каждую минуту нашей жизни нам приходится принимать разные решения. Эти решения приходят из облака выбора, облака возможностей. Возможность — это нечто вроде данного вам дара. Нужно помнить, что у врага нет силы. Он приходит к нам с сложными возможностями. Поверив в лжи, мы пропускаем ее в свой мозг. И то, о чем вы больше всего думаете, будет расти в вашем разуме. Между нашими нервными структурами, там, где находятся мысли, и есть особые клетки. Эти клетки переносят различные мысли друг через друга, как в клеточной структуре. Ложь, о которой вы постоянно думаете, может разрастаться и повлиять на ваше функционирование. Нам нужно остановить эту ложь. Нужно различать, какой лжи мы нечаянно поверили. Пусть Дух Святой направляет нас в этом процессе. В ходе своей жизни вы обрабатываете события и обстоятельства. Все эти вещи приходят посредством пяти ваших чувств. Вы обдумываете эти вещи и реагируете на события и обстоятельства, которые поступили через пять ваших чувств, как электромагнитные световые силы. Их можно измерить и описать с помощью квантовой физики и науки о мозге. Бог создал все это, и не нужно бояться упоминаний о квантовой физике и науке о мозге. Все это создал Бог, чтобы мы видели Его славу и Его благодать. Не нужно бояться. Мы используем эти науки, привносим их в церковь и возвращаем их к тому, для чего они были созданы изначально. Мы не можем контролировать события и обстоятельства жизни, но мы можем контролировать свою реакцию на эти события и обстоятельства. Враг — лжец. Он будет лгать вам, будет подходить к вам с возможной ложью, путем сигналов из внешней среды и обстоятельств, в которых вы находитесь. Но эта ложь пуста, пока мы не превратим ее во что-то другое. Нужно обнаружить ложь, которой мы верим. Люди могут говорить какие-то вещи в нашу жизнь, и они могут произойти. Мы обрабатываем эту информацию, размышляем о ней, и она становится физической реальностью внутри нашего мозга. Когда она становится физической реальностью, мы начинаем поступать соответственно. Эти вещи становятся частью нашего подсознания. Все, что мы говорим или делаем, вначале было просто мыслью в нашей голове. Когда кто-то что-то нам говорит, затем что-то происходит, приходят какие-то обстоятельства, мы делаем свои выводы. Мы начинаем верить лжи врага. Мы принимаем это в себя и превращаем это в физическую реальность. Страх подавляет наши мысли и действия. Он порождает нерешительность, которая выливается в застой. Я знал талантливых людей, которые чаще откладывают дела на неопределенный срок, чем рискуют потерпеть неудачу. Упущенные возможности приводят к разрушению уверенности. Чарльз Стэнли. Наш мозг создан для любви, силы и здравого мышления. Наша норма не в том, чтобы делать плохой выбор. Наша норма — делать хороший выбор. Но врагу известно об этом, поэтому он приходит со всевозможными уловками, пытаясь повлиять на нас. Нам нужно развивать дух развлечения. Нам нужно становиться более бдительными в своем разуме. Вы — три единые творения из духа, души и тела. Ваш дух — это истинный вы. Посмотрите, из чего состоит ваша душа. Из интуиции, общения или поклонения и вашего сознания. Ваша душа — это ваш разум, ваш интеллект, ваша воля и эмоции. И затем уже тело. Вы сотворены таким образом, чтобы дух святой говорил вашему духу. Дух говорил вашей душе, а ваша душа контролировала бы ваш мозг. Ваш мозг находится в вашем теле. Ваш мозг и ваше тело подчиняются вашей душе. Душа — это сфера разума. Все мысли связаны. Деревья мысли не изолированы друг от друга. Мозг имеет размер с два кулака. В вашем мозгу гнездятся сотни миллиардов мыслей. Каждая мысль может иметь 70 или даже 200 тысяч ответвлений. Это невероятные цифры. В вашем мозге место на 3,5 миллиона лет. Каждая мысль подобна Вселенной, и она отнюдь не изолирована. Поэтому если вы обдумываете какую-то негативную токсичную мысль, она будет расти и соединяться с другими мыслями. Эти соединения похожи на клеточную структуру. Поскольку мысли пересекаются другими клетками, через них проходят электромагнитные импульсы других мыслей. Ничто не происходит изолировано. Вот пример. День не задался, у вас была плохая ночь, вы о чем-то переживали, проснулись в плохом настроении. Если вы не возьмете эту мысль под контроль, очень скоро она станет управлять всем оставшимся днем, и все пойдет не так. Вы будете смотреть на весь этот день сквозь негативную призму и эту негативную токсичную мысль. Но в любой момент эту мысль можно остановить. Можно пленить ее и все изменить. Можно остановить негатив и взять ситуацию под контроль. Мы можем контролировать намного больше, чем мы думаем. Справа от меня стоят два зеленых дерева. Это я назову зоной любви. Большое дерево символизирует Бога, а маленькое вас — созданных по подобию Бога. С той стороны стоит ядовитое дерево. Оно находится в зоне страха. Есть только два типа эмоций, только две основные духовные силы — любовь, то есть Бог и страх. Это подделка, противоположная духовная сила. Вы действуете либо в одной, либо в другой зоне. Третьей зоны нет. Либо вы в царстве Бога, либо на территории врага. Именно такой выбор вам надо сделать. Вам нужно решить, в какой зоне вы будете проводить свою жизнь. Конечно, Бог может сделать вас роботом, и вы поклонялись бы Ему, задаваясь вопросом. Но Он этого не сделал. Он затворил вас по своему образу и дал вам способность думать и выбирать. Бог открывается даже на квантовом уровне. Самый первый уровень — это атомный. Помните что-нибудь про атомы и электроны со школьных лет? Есть квантовый уровень, и он намного меньше. Этот уровень демонстрирует Божьи принципы намного шире, чем любой другой известный раздел физики. Это потрясающе. Есть такое понятие, как волна вероятности. Что же это такое? Вы проживаете свою жизнь, полную событий и обстоятельств. Вы не можете контролировать события и обстоятельства, но вы можете контролировать свою реакцию. Понимаете? Наука и квантовая физика говорят нам, что есть волна вероятности, и она демонстрирует всевозможные выборы, которые вы, как конкретный человек, могли бы сделать в конкретной ситуации или событии. Все эти вероятности можно выразить в математическом уравнении, которое можно составить в квантовой физике. Оно может предусмотреть все вероятности, но никогда не скажет точно, какой выбор вы сделаете, пока он не будет сделан. Пока вы продумываете эту мысль и сделаете выбор, будет существовать целая волна вероятностей. Вы, как невероятно одаренное человеческое существо, думаете и принимаете решение, делаете свой выбор. Квантовая физика видит вас как стороннего наблюдателя всех этих вероятностей. В момент выбора вы сокрушаете волну вероятностей, другими словами, превращаете то, что просто было вероятностью, в реальность. Она становится физической реальностью внутри вашего мозга. Все, что вы говорите и делаете, изначально было просто мыслью в вашей голове. Нет ничего, что бы вы делали или говорили, что бы не было вначале вам уже укорененной мыслью. Нужно осознать, что мысли в нашей голове еще не истина. Мы сделали их истиной, обдумав их и превратив в физическую реальность. Наука проводит очень ощутимую аналогию, чтобы это понять. Вот жизнь со всеми ее событиями и обстоятельствами. Этот человек меня не любит, значит, никто меня не любит. Какой бы ни была ложь, если вы начнете задумываться над ней, превратить ее в мысль в вашем мозгу, то вы превращаете ее в реальность, и поступать вы будете соответственно. Однако нужно понять, что это неправда. Все можно повернуть назад, нужно освободиться от этого, поняв, что это не настоящий вы, что все можно изменить. Это запустит процесс настоящего освобождения. Дорогая доктор Лив, Дорогая доктор Лив, ваши рассказы превосходны. Больше всего мне нравится то, что вы напоминаете нам о том, что мы можем делать выбор и меняться. Очень сложно не позволять негативному багажу затуманивать мысли. Но с тех пор, как я начал читать слово и ваши книги, я осознаю, что с верой и пониманием того, что можно объяснять свое мышление, я наконец начинаю побеждать и избавляться от негативного мышления. Спасибо вам за ваше послание. Ваш друг Форд Когда Иисус воскрес, Он сказал Своим ученикам, «Да на мне всякая власть». Сколько тогда силы у дьявола? Спасибо. Почему же вы думаете, что Он ходит за вами по пятам? Вернемся к реальности. У Него нет силы. Сила есть у нас. Мы те, кто обретает силу. Бог дал нам дух силы, а также дух любви и самообладания. Самообладание. Нам. Он дал нам его нам, а не врагу. Он его потерял. Он использует нас, чтобы творить зло. Другого пути у Него нет. Почему с хорошими людьми случается плохое? Как же часто люди задают вопрос, почему с хорошими людьми случается плохое. Это настолько распространенный вопрос. Если Бог добрый, почему происходят плохие вещи? Откуда на земле зло? Враг лжец. В Слове Божьем сказано, что он лжец, и во лжи нет истины. Он может только лгать. Ему нужно сделать свою ложь реальностью через вас. Он сможет сотворить злое, только если вы поверите его лжи. Когда вы верите его лжи, он проникает в вас. Вы физически выстраиваете эти мысли. И Библия говорит, каковы мысли в душе человека, таков и он. Вы верите лжи врага, и она становится реальностью. И вы поступаете соответственно. Вот так враг использовал вас, чтобы сотворить зло. И если никто не будет верить лжи врага, на земле и не будет зла. Люди начинают свой путь, правильно, но затем открываются для зла и настраиваются на него. Они выращивают в себе это зло. В послании Титу 1.15 сказано, что совесть таких людей оскверняется. Так вероятность становится реальностью, и зло начинает доминировать в мышлении. Вот почему плохие люди делают злое. Это злое, это ненормально. Кто-то избивает младенца, кто-то торгует девушками, кто-то делает ужасные вещи с солдатами. Все это насилие и прочее зло в мире. Изначально эти люди были хорошими, потому что Бог сотворил человека по своему образу. Но они использовали свой дар, возможность мыслить и выбирать для того, чтобы делать плохой выбор, на волне вероятности. И они вырастили в себе зло и не избавились от него. Пока мы думаем о разных вещах, эти мысли растут. Если в ходе событий или обстоятельств вы сталкиваетесь с ложью, вы принимаете ее в свой мозг, все 24 часа она варится в вашем мозге и становится тем, что мы называем временной памятью. Если вы перестанете думать, эту мысль сгорит и уйдет. Но если вы поразмышляете над ней, она укореняется. И в течение семи, четырнадцати, двадцати одного дня становится долгосрочной памятью. Вы будете думать об этом все больше и поступать соответственно. Поэтому все наши поступки рождаются из мыслей, закрепившихся в нашем подсознании. Чем больше вы об этом думаете, тем больше размышляете, тем больше эта мысль растет. Это здорово, если вы размышляете над Словом Божьим, но не столь хорошо, если вы размышляете над чем-то токсичным и негативным. К чему вы обратитесь в кризисной ситуации? К тому, о чем вы больше всего думаете. Давайте откроем послание к евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера — это осуществление. Когда вы созидаете свою веру во что-то, вы созидаете физическую сеть. Помните, что мозг следует указаниям разума. Когда вы верите в исцеление, верите в жизненные перемены, верите в перемены в своем муже, верите в перемены в своем ребенке, вы строите мысли в своем мозге. Бытие 11.6. Не отстанут они от того, что задумали делать. Вера и воображение — все это строит материю, а материя — это что-то физическое. Размышляя, вы создаете мысли, поэтому вы строите либо такую материю, такую структуру, либо такую. И Библия, и наука говорят о том, что вначале вы строите мысль, а потом видите ее осуществление. Осуществление — это слова, действия и другие проявления. Вначале мысль, затем ее осуществление. Именно об этом и говорит евреям 11.1. Когда ваши обстоятельства плохи, но вы соединены с Богом, вы выйдете к правильному решению. Ваше подсознание сообщит вашему сознанию правильное решение, но если нет, то решение сознанию сообщит негативная мысль. Вы это понимаете? Если кто-то здесь возьмется утверждать, что не делал ничего плохого, мы выгоним из вас дух лжи, потому что всем из нас, к сожалению, приходится стремиться к совершенству. Со страхом и трепетом мы совершаем свое спасение. Другими словами, мы живем, и нам нужно делать свой выбор. Если мы не соединяемся с Богом, если не слушаем Его, мы не сможем сделать хороший выбор. Написано, «Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твоей». Если же вы руководствуетесь своим разумом и не спрашиваете Бога, вас ждет только суета и движение в неправильную зону, в зону страха. Я гарантирую, что с таким настроением вы получите болезни тела. И если вы не соединяетесь с Богом, вы становитесь более уязвимыми для болезней плоти. Вы согласны? Мы не собираемся вас осуждать. Если вы заработали какую-то болезнь, не говорите, «Боже мой, я такой плохой, все так плохо». Не нужно бросаться в эту крайность, потому что именно этого хочет враг. Он хочет вины и осуждения. Итак, у вас есть корень, принятого вами плохого решения. Дерево вырастает все больше, потому что растет то, о чем вы больше всего думаете. Оно будет расти, расти и расти. И время 11.1 говорит, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Во что бы вы не поместили свою веру, это мысли, это мысли и выбор. Вы мыслящие существа. Вы находитесь среди обстоятельств и событий жизни. Как узнать, где истина в тех случаях, когда нужно принять какое-то решение? Есть два способа посмотреть на это. Прежде всего, вы созданы, чтобы любить. Это научная формулировка того, что вы созданы по образу Бога. Глубоко внутри нас живет та праведность, о которой говорится в книге «Экклесиаста» 7.29. К тому же у нас ум Христов. Мы отличаем плохое от хорошего в глубине своего духовного человека, в глубине своей интуиции. Дух Святой заложил туда истину. Нам нужно понять своим разумом, что это за истина. Мы используем свой разум, чтобы познать истину, которая уже в нас заложена. Но для этого нужна дисциплина, нахождение в духе, умение держать мысли под контролем и не давать им сходить с ума. Умейте остановиться и задуматься, от Бога это мысль или же нет. Мы можем научиться различать эти вещи, потому что по природе мы умеем отличать хорошее от плохого. Тренировка для мозга. Какая из этих точек самая темная? Посмотрите на них внимательно. Вы можете сказать, которая из них. Очень скоро мы вернемся с ответом. Когда вы решаете позволить врагу говорить, что вы умрете от рака, что вам не прожить на свою зарплату и месяц, что ваш ребенок никогда не придет ко Христу, что тот человек никогда этого не сделает, что вам никогда не получить эту работу, что вам никогда не справиться с депрессией, что вам не справиться с тем или этим, что у вашего отца алкоголизм, а значит и вас ждет то же самое. Какие бы негативные мысли вы ни говорили внутри себя, вы принимаете ложь врага. Хотя она ничто. Ее даже нельзя измерить. Ложь нельзя измерить. Она ничто. Тьма — это ничто. Мы можем измерить только лишь один свет. Тьма — это отсутствие света. То же самое с ложью. Ложь — это отсутствие истины. Мы ничем не можем ее измерить. Однако враг знает, что он может вложить ложь в нашу душу и разум. Вы начнете думать, начнут вырабатываться белки, и большинство этих белков станут реальностью, физической реальностью в вашем теле. Ваш разум контролирует ваше тело вплоть до субатомного уровня. Вот почему, когда вы молитесь, ваши слова действуют на субатомном уровне. Ваши слова и ваши мысли меняют С-белки вашего тела, меняют все до уровня ДНК. В ходе своей жизни нужно понимать, что мы не можем контролировать события и обстоятельства, однако мы можем контролировать свою реакцию на эти события и обстоятельства. Мы живем своей жизнью, и люди вокруг нас принимают свои решения, которые влияют и на нас, потому что каждый из нас связан с окружающими. Враг очень часто использует поступки других людей и подходит к вам с ложью, говоря, что они вас ненавидят, хотят вас выжить, вы потеряете работу, а тот человек вас не понимает, а он говорит вот так, а она говорит вот так. Вы не слышали всех этих мнений. Это всего лишь мысли, сигналы, поступающие из внешней среды, от врага. Все это ложь. У нее нет материи, но эти мысли станут материей, как только вы примете их в свой мозг и начнете пропускать их через сотни структур вашего мозга, через всю свою физиологию. Через какой-то период времени они станут физическим веществом внутри вашего мозга. Когда что-то стало и материей, в вашем мозгу вы уже действуете соответственно. Эта ложь становится реальностью внутри вашей головы. Эта ложь становится частью вашей биологии. Вы начнете говорить, «Я такой и есть, но вы не такой». Вы стали таким. «Тренировка для мозга». Итак, как вы думаете, какое из этих пятен самое темное? Дам вам еще несколько секунд. Ну что ж, время вышло. Самого темного пятна нет. Они все одинакового цвета. Иногда мы воспринимаем себя по-своему. Это называется самовосприятие, и оно не настолько точное, каким должно быть. Иакова 1, 21 говорит, что насаждаемое слово может спасти ваши души. То, что вы сажаете в глубины вашего подсознания, во многом определяет, на что вы настраиваетесь и как будете поступать. Около 90% вашего восприятия жизни, событий и обстоятельств зависит от того, что вы посадили в своем разуме. Чем больше хорошего вы посадите, тем здоровее вы будете. Но иногда с нами что-то происходит. Мы увлекаемся ложным восприятием того, кто мы есть, или лжем себе, что мы замечательные люди, не делаем ничего плохого, никогда не лжем, все нас любят. Мы практически обманываем себя. Мы насаждаем эту мысль в свое подсознание и думаем, что мы такие есть, и воспринимаем себя подобным искаженным образом. Нужно молиться, чтобы Дух Святой показал, что блокирует наш дар, наше божественное чувство, предназначение, которое Он дал нам, о котором говорится в Экклесиасте 3.11. Когда мы просим Духа Святого ввести нас, Он покажет нам это искаженное самовосприятие. Каждый цикл, каждая структура, каждое вещество, каждая часть физического существа создана для позитивного и оптимистического функционирования. Это настройка на любовь. Нам приходится учиться страху. Разве это не удивительно? Мы не рождаемся со страхом, мы усваиваем его. Это усвоенная реакция. Ваша природная реакция — это любовь, потому что мы созданы по образу Бога, а Он есть любовь. А мы подстраиваемся под мир, в котором вполне нормально жить в страхе, жить в депрессии, но это не норма. Также это означает не впадать в осуждение, потому что дьявол подходит к вам с несуществующими и лживыми возможностями, говоря, видишь, ты в депрессии, ты утопаешь в своих проблемах. Просто игнорируйте его, не переживайте, почему вы это сделали. Просто признайте ошибку и вступите в благодать. Примите то, что Иисус Христос сделал на кресте для вас, и вы сделаете это вместе с Богом. Простым языком признайте, оставьте и победите. Дорогая доктор Лив, Дорогая доктор Лив, я пишу, чтобы сообщить вам отличную новость. Несколько лет у меня были проблемы с пазухами. Несколько месяцев назад мне сделали компьютерную томографию моих полостей, и мне сказали об утолщении соединительных тканей. Мне посоветовали показаться неврологу, так как эти ткани нужно удалять. Потом я прочитала на вашем сайте, что токсичные мысли вызывают воспаление в мозге. Я начала 21-дневную программу детоксикации, с тех пор у меня не было ни одной головной боли. Разве это не потрясающе? Для человека с хроническими головными болями это такая свобода от страданий. Спасибо вам большое. Дженнифер. Вы в Иерусалиме. Столько истины родилось в этом невероятном месте. Вы идете по Вея Долороса, и истина Иисуса Христа проникает прямо в сердце. Это как духовное сердцебиение. Но также из этого города вышло много лжи. Много лжи пришло с этой самой улицы, по которой мы идем. Здесь Иисуса обвиняли во всевозможной лжи. Наш враг — отец лжи. Все, что он может вам сделать, — солгать. Вы с вашим невероятным мозгом, посредством пяти ваших чувств, принимаете ложь врага. Вы можете выбирать, принять эту ложь, укоренить ли ее в своем сознании, где она станет физической реальностью вашего мозга, и вы будете жить по ней, потому что вы живете по тем мыслям, которые вырастили в вашем сознании, путем своего выбора. Все, что он может сделать, — насадить ложь в вашем разуме. Ложь о болезни, ложь о страхе, ложь о финансовом крахе, ложь о поступках других людей, ложь о том, что вы жертва. Но вы не жертва, вы победитель. У врага нет над вами власти. Вся власть у Бога. Какой лжи о своей жизни вы верите? Средний человек обдумывает 30 тысяч мыслей в день. Вы готовы взять их под контроль и включить свой мозг? Меняющие жизнь книги доктора Лив покажут вам пятиступенчатый процесс преображения вашего ума и изменения вашего мозга. Если вы хотите очищать разум по ходу жизни, у доктора Лив есть для вас план. 21 день детоксикации мозга — это онлайн-программа, которая поможет вам включить свой мозг за 7-10 минут в день. Узнайте о том, как заменить токсичные мысли здоровыми. Контролируйте негативное давление, плохие привычки. Держите под контролем волнение и напряжение. Преодолеете депрессию. Просто станьте здоровее. Посмотрите, как 7-10 минут здорового мышления в день сделают вас счастливее, здоровее и умнее. Мы контролируем наш мозг, а не мозг контролирует нас. Заходите на сайт drlift.com Каждый день идет духовная борьба, и эта борьба состоит в том, чтобы вам сделать правильный выбор. Нам нужно выбирать между ложью врага и истиной Бога. Факт в том, что нам дан сильный здравый рассудок. Нам нужно использовать наш сильный здравый рассудок, чтобы отличать ложь врага от истины Бога. Нам нужно быть предельно бдительным. Я собираюсь сделать выбор, хорошо ли это, от Бога ли это. Очень часто, послушав свое тело, вы ощутите мир, потому что если вы следуете водительству Бога, мир Божий, который превосходит всякое понимание, сохранит ваше помышление во Христе. Другими словами, ваше сердце выработает гормон, который наполнит ваше тело и принесет покой. Если вы не делаете хороший выбор, если вы верите лжи врага, происходит противоположное. Гормон не вырабатывается, и вы ощущаете напряжение в своем теле. Бог дал нам физическое тело, чтобы мы умели отличать ложь врага. Позвольте помолиться. Господь Иисус, я молюсь о том, чтобы нам принять то, что Ты дал нам. Наш невероятный разум, наше невероятное тело. Водительство Святого Духа, чтобы различать, где ложь врага, и суметь сделать правильный выбор. Понять, что Он использует людей, чтобы лгать нам. Господи, помоги нашему Духу четко различать, где находится ложь врага, и не принимать эту ложь. Не притворять ее в реальность в своем мозге, чтобы не применять стих. В послании к евреям 11.1 «Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» неправильно. Господь, спасибо Тебе, что Ты всегда рядом, чтобы вести нас и помогать нам. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что были со мной. Я доктор Кэролайн Лив, и я вдохновляю вас взять под контроль ложь, которой вы верите. Продолжение следует...